Самое главное, что сейчас сотни тысяч мальчишек, которые наблюдают за нашей прямой трансляцией, за церемонии награждения. А вас приветствуют российские мастера Айкидо. Придут и будут заниматься этим видом искусств. Сейчас вот ребята продемонстрируют. Ну, вообще, все, что можно приобрести, да, человеку, благодаря занятиям, вот этим, это дисциплины. Необычные показательные выступления сейчас будут демонстрировать участники Школы Айкидо под живую музыку. В России это искусство появилось где-то с начала 90-х, а занимались, ну, представители интеллигенции, насколько я помню, творческой, научной. Ну, очень интересное направление в плане получения навыков координации, умения владеть своим телом, умения ощущать своего партнера. Использовать силу партнера, да, направленную против тебя. Даже вот такие девушки хрупкие, они при правильной позиции, при правильном перемещении, даже партнер, который весит в два раза и в два раза больше, чем она, она может совершенно спокойно применить технику, бросок. У Айкидо тоже много направлений есть, классическая Айкикай, школа Годзи Шиода того же самого, жесткая Айкидо. Ну, вот эта грань часто нарушается между мягким Айкидо и дзюдзюдзю так называемым, да, поскольку все-таки основатель стиля Морихио Исиба учился у знаменитого Сака Кутакеда, а тот был знаменитым воином, бойцом. Его искусство было очень жестким, а Морихио Исиба, став религиозным человеком, изменил это в сторону такого миролюбивого искусства, где человеку просто показывается мягко, что он неправ, скажем так. Очень много единоборств, которые прошли вот этот путь перерождения, да, вот, где есть одно направление традиционного единоборства и есть направление уже немножко другого, но схожесть, она, конечно, присутствует и там, и там. Часто экзамен на поезд дают в разделе «Работа с оружием». Ну, помимо секций Айкидо, в Москве еще есть секция по Айки-Будо, то есть искусство к близкому, но более жесткому, да. Сейчас работа против катаны, меча деревянного. Здесь даже используют ударную технику, определенную только что было. Со средней палкой «Бо». Кстати, Айки-Будо могут заниматься люди разных возрастов. В той же Японии существуют такие семейные клубы, когда приходят и дети, и взрослые, и пожилые люди занимаются Айки-Будо, которые любят всю жизнь. Для них считается это определенным увлечением, провождением времени, именно со смыслом. Соревнования по этому виду единоборств практически так не проводятся. Нет, не проводятся. В основном проводятся семинары и экзамены на очередной пояс дан. Ну, на всемирных играх был вид соревнований, но он больше имел такой эстетический характер, где оценивалось именно мастерство, не показание силы, а именно мастерство участников соревнований. Ну, я думаю, что в 21 веке Айки-Будо будет по-прежнему развиваться, приобретать новые формы. Ну, кому-то нравится каратэ, кому-то нравится бокс, кому-то это не нравится. Есть всегда альтернатива выбрать то единоборство, которое тебе больше подходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Аплодисменты